Эта историческая битва стала первым шагом на пути к великой победе 1945 года. 5 декабря на Аллее Славы вспоминают тех, кто сделал вклад в победу под Москвой. И важно это мероприятие прежде всего для подрастающего поколения. В почетном карауле застыли мальчишки и девчонки, воспитанники клуба «Ратник». Это нужно. Кто прошлого не помнит, того будущего не будет. У меня дети, каждый тренировок заступает на службу Отечества. Сейчас идет новый героик, новые ребята, новые приходят. Сейчас фронты в госпиталях, вижу молодых ребят. Эти ребята нас еще успокаивают, слезы на глазах. А он успокаивает, говорит, так значит надо было, я готов стоять на защиту Отечества. 5 декабря контрнаступлением Красной Армии против немецко-фашистских войск закончилась более чем двухмесячная битва за Москву. Мы традиционно здесь помним историю, отмечаем эти даты и события и делаем все для того, чтобы написанные нашими предками героические страницы этой истории жили в веках. Глава Ленинского округа Алексей Спасский отметил вклад Подмосковья в битву, ставшую легендарной и вошедшую во все учебники истории. Землю Ленинского округа напрямую данные события не затронули, но так же как и вся страна, и людьми, и промышленностью, все стояли в одном строю, и более 170 жителей нашего округа были награждены медалью за оборону Москвы. Особо стоит отметить вклад тех, кто отправился на битву за Москву с Видновского края. При создании книги памяти, когда я изучал, оцифровывал все эти данные, более 60% тех, кто у нас на стене памяти, погибли именно в битве над Москвой. И глава сказал, что 150 были награждены медалью, но это те, кто выжили в этих сражениях. А в основном те, кто ополчен, 6-я дивизия, они полегли полностью. Закончился торжественный митинг возложением цветов к памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.